Привет! Отлично! Кто-то уже собирается в эфирчик Привет, друзья! Давайте друг друга поприветствуем Как у вас погода? У нас сегодня выпал снег Вовсю Так, Юрий, привет! Сейчас я вам все расскажу Так, сначала у нас, как всегда, перед эфиром Пока тут собирается, маленькая музыкальная пауза Пока мне выехать на трассу Это вот сейчас Буквально в течение одной-двух минут И я расскажу вам Зачем? У вас снег выпал? О! Привет, привет! Привет всем! Так, пока вот я могу тоже помахать Пока Машин нет Юра, да, Фрай Привет! Отлично! Снег выпал у вас? У нас вот все Валит прямо Конкретно Самый настоящий Ну, не знаю, растает, не растает Вот падает, тает Но если сейчас подморозит на вечер Завтра будет, конечно, гололед жуткий Хорошо, что колеса поменяли уже И машину не помыли Александр, привет! Так, все Сейчас начну Ну вот Зачем Мне Все регалии И даны в карате Выступления на соревнованиях Всякие различные Эти чемпионские титулы Там первые места Ну или просто призеры Зачем мне это все нужно? Потому Я скажу, почему я решил записать такое видео Потому что Учитывая то, что я постоянно критикую Там ортодоксов И традиционщиков За косность За очень частую Сам Ратую за Ну, это мэмэй, которым сам занимаюсь Хотя профиль мой Я просто повторюсь Это карате Я карате очень люблю Так вот я сейчас и объясню Почему я занимаюсь Да, карате А то мне написали Так на кой хрен вы занимаетесь карате Зачем вам это нужно? Ну, во-первых, карате я очень люблю Это для начала Мне очень это делается нравится Понимаете? Несмотря на то, что я считаю Чистые, ортодоксальные и традиционные стили Трахаизмами конкретными Это вовсе не значит, что они не могут быть интересными Они могут быть отсталыми В плане непосредственно прикладного боевого Мастерства Вот Потому что время движется вперед Но Понимаете? Вот есть, например, такие виды спорта Как конкур Вольтежировка И так далее Они в жизни абсолютно неприменимы Лошадей-то уже нет Это раньше было Это полезно как-то, да? Когда там люди на конях Были кавалеры Там дворяне Там все такое прочее А сейчас люди занимаются этим Потому что это нравится Вот и каратэ мне нравится Своей В том числе традиционностью Ритуаликой Ментальностью своей Если она не ставится во главу На тугла Это первая составляющая А вторая составляющая Тоже важна И она Как раз Оболье прикладного характера Знаете для чего? Мне нужно заниматься каратэ И получать все разряды Для того, чтобы ни одна свинья Не посмела возмутиться По поводу того Что я сам рассуждаю про каратэ Сам ничего в нем не представляя Потому что Когда, конечно, критиковать Начинает кто-то Из каких-то диванных теоретиков Что вот каратэ фигня Вот ММА хорошо Его вполне себе Как бы С одной стороны Закономерно Можно послать нахер Говорят там А ты-то что из себя представляешь? Ты вообще каратэ занимался? Человек говорит Нет, но я так изучаю Тему, смотрю Я много читаю Говорят Вот ты читаешь А я занимаюсь Поэтому Ну ты не жужжи Ну вот Тоже самое говорят Про Значит Тех, кто занимается ММА Человек говорит Я ММА занимаюсь Я любому каратэ Я много стреляю по шее Скажет И кто-то Скажет Не, ну понимаете Мы вот Сандраться не будем Условно говоря А вот Давайте просто Порасуждаем логически Мы там не применяем Каких-то техниках Будем их там применять То шансов нет А на улице Кстати, может оказаться Действительно так Что тот, кто каратэ занимается Может Нормально проявить Потому что На улице Реально важно Использование тех условий Которые есть И тех возможностей Которые есть Это не в октагоне И не в ринге зачастую Там бывает Все равно послужнее Там Вот И бывают Такие условия Они сильно Помогают И Лиша Если к ним не готов Или готов Так вот Именно для того Чтобы ни одна свинья Ни одна сволочь Не посмела возмутиться В отношении меня Что я не занимаюсь Да Свои разряды я получил Мастера спорта России По карате Я получил Заслужен Я его подтвердил Два года назад Или сколько Я уже это не помню Вот Став опять чемпионом России Советует ветеранов Ну правда В разделе ката Ну и ладно Почему бы и нет Вот Дальше У меня пятый дан Сдавал экзамены я Все по-настоящему Вместе со всеми И сдавал Не хуже чем другие Вот А по мнению многих Тех кто присутствовал Тогда же и лучше Снимали люди на видео Присутствовали люди С большими данными И они могут Прекрасно подтвердить Что сдача была Каждый раз Одинаковая То есть на полную Катушку По полной программе Не слабее чем Для других И все Вот так вот И я скажу сам Без Скромности без лишней Я знаю что я сдавал Хорошо Почему? Потому что карате И карате я кстати Постоянно занимаюсь То есть такого нет Что я там типа раз И за месяц подготовился На сдачу Или на соревнования Вы сами прекрасно понимаете Кто карате занимается Что невозможно подготовиться На соревнования По ката За месяц Если не занимался Многие годы Понимаете? Так это о том Что если я победил Данцев В ката Это значит Я постоянно занимался Постоянно И регулярно Потому что Конечно Человек Который каратэ Занимается Какие-то навыки У него остаются Как у того Кто учился ездить на велосипеде Но Скорость Сила Киме Определенная Хореография Техника Они теряются И они потеряются Безусловно Если это не тренировать Ну вот Собственно говоря Я очень жалею Что в свое время Я не получил Разряды И по боксу И по борьбе И по ММА Вот у меня уже Наверное Не представится Получить Потому что Ну что С греха таить Как бы я не тренировался Но возраст Мне 43 года Я конечно понимаю Что силы у меня немерены Особенно Из-за занятий Кроссфитом И кроссфайтом То есть я Фору молодым Дам Многим действующим Атлетам Даже Которым По 25 лет То есть В кроссфите Могу их запросто Перефигачить Что называется И на тренировке Тяжелой Самой Ну вот Но Понимаете Риски Риски Если там Ребята ставят На карту Все Им Эти титулы Это важны Для меня Они носят Исключительно Прикладной характер Так вот Просто так А для них Это чемпионство Это смысл жизни К тому же Они регенерируют Гораздо быстрее И возраст И Ограет огромную роль Если порвать Сустав Связку В возрасте 25 лет Это вовсе Не то Что порвать Ее В возрасте 40 лет Когда Она заживать Будет Два года Болеть И контрактуры Какие-то Будут И все А если тебе Там 25 Где еще Там себе Помог Там Фармакоподдержкой Какой-нибудь Там Гормонам Роста Или Там Гормонами Гидрокортизонового Ряда Там Таким Налогом Например Там Вообще Заживет Эта Связка За пару Тройку Месяцев И Можно Выступать На соревнованиях Опять Это Большая Разница Более того Ребята Там Могут Савиде Рискнуть У них Еще Непонятно Что В жизни Будет Я Человек Состоявшийся Поэтому Конечно Я В соревнованиях Участвую С ММА Ну Может И буду Среди ветеранов Как-нибудь Соберусь С силами Поучаствую Но Делать Ставку На то Чтобы получить Там Мастера И что-то Еще Какой-то Разряд Я уже Не смогу В боксе К сожалению Тоже Я не состоялся В свое время Потому что Занимался Именно Что Карате Всю Свою жизнь А боксом Занимался Факультативно Всегда Но Ставку Делал Только На карате И жалко Что не получил Потому что Вот теперь Как раз У меня Возникает Больше проблем С теми С кем Я Общаюсь В плане Бокса По поводу Бокса Они мне говорят А что ты Из себя В боксе Представляешь Это Ну Боксеры Я не могу Сказать Что Что Я представляю Могу Сказать Что Старш Имею Большое Занятие Что Боксировал С разными Ну Боксерами Даже Мастерами Вот Сам Я могу Сказать По тайскому Боксу Что Езжу Постоянно В кемпы Тайского Бокса Занимаюсь Тренируюсь Там Вот Отсюда У меня Там И навыки То же Самое По борьбе Та же Тема То есть В кемпах Тайского Бокса Ну Таких Как Тайгер Например Там Есть ММА Более того Прохожу Семинары Получил Есть сертификация Тренера По ММА От Союза ММА России Так что Образование Профильное Не физкультурное Есть Тоже Специально Получил Так что Могу Могу Говорить Могу Тренировать Могу Авторитетно Заявлять С любой Точки Зрения Могу Судить Я ММА Да Я еще Спортивный Врач ММА Союза России Союза ММА России Вот Поэтому И с этой Точки Зрения Не могу Судить Потому Что Вижу Массу Соревнований Поэтому Обсуждать Думаю Имею Право Разные Виды Спорта Изнутри Как Профессионал Вот И карате В частности Но если Еще Предположим Бойцы ММА И боксеры Менее Костные Они могут В интернете Заявить А ты кто Такой То при Встрече Проблем Не возникает Они Быстро Соображают Что к чему И что Представляет Если это Человек То С каратистами Это Засада Так как С ними Ничего Нигде Не проверяется Не в дружеском Кумите Они же Этим Вообще Не занимаются Предположим Дядька Толстый С каким Нибудь Шестым Или седьмым Даном Или восьмым Даже Которому За 60 лет Начинает Бить себя Пяткой в грудь Говорит Карате Супер Пупер Ты меня Послушай Мальчик Я лучше знаю Ну Говорит Ну Давайте Посмотрим Как Нет Ничего Не будет Даже Дружеского Спарринга Потому что Не потому что Боится Он Задохнется Через 15 секунд Самки поединка Просто Задохнется От одышки От недостаточности Самки сердечной И все такое Проще Но есть Конечно Ребята Покрепче Мужики Которым За 60 лет Я таких Знаю И вижу И в сети В том числе Но их единицы Их Просто вообще Совсем Почти нет Вот Ну Вот Поэтому Вот для чего Мне это все И нужно Поэтому И в ММА Я наверное Все таки Поучаствую На ветеранских Каких нибудь Соревнованиях Если получится До 45 лет А может И попозже Но Это надо Взвесить все Все риски Взвесить По поводу Восстановления Самки здоровья Возможного Потом После этого И так далее Вот так вот Друзья Вот так вот Поэтому И вам Кстати Я рекомендую Поступать Точно так же Потому что Вот часто Ортодоксы Критикуют Предположим Так ММА И все работает Только в одну сторону Когда ММА Критикуют Ортодоксы Говорят Вы никогда Не пробовали Заниматься Карате Поэтому Не можете Об этом Ничего знать И не можете Об этом Сам судить Но как только Речь заходит О том А ты в ММА Себя пробовал Ортодоксу Он говорит Нет Мне это Там и не нужно Все То есть Аргумент Такой Как вот Не знаю Там Атеиста С верующим Ну это Бесполезно Совсем То есть Верующий заявляет Я так считаю Потому что так есть Вы не можете Доказать Что Бога нет Хотя я сам Не могу доказать Что он есть Все Я так считаю Все Мне так кажется Вот и здесь Ребята Вы попробуйте Попробуйте Себя И себя И там И сям Например Вот я в ММА Пришел Именно попробовав Занимался Боксом Отдельно Занимался Карате Занимался Борьбой Но это все Факультативно Было Карате Было Завидит Профиль И в какой-то Момент Просто С ребятами Пообщавшись Поспринговавшись Позанимавшись Пообслуживав Сомнессоревнования Я это понял Что блин ММА Это вообще Чума Ну потому что Гибкость мышления Там просто Фантастическая Это просто Когда у тебя Такой арсенал Богатой техники В работе И в стойке И в парте Развивает Вы можете заниматься Карате Пожалуйста Так как я Профиль Я постоянно Занимаюсь Карате Профиль Для себя Сам Но в то же время Занимаюсь ММА Для обогащения Техники Для саморазвития И это Лучше всего Знаете еще почему? Потому что Если предположим Заниматься каратэ И заниматься боксом Так как это делал я Ну здесь возникают В некотором плане Какие-то могут И противоречия быть Хотя на самом деле Со временем я нашел В боксе и каратэ Даже больше общего Чем разницы Вот Если отдельно Заниматься борьбой То Понимаете Вы Будете Не научитесь Органично Связывать Между собой Эти все вещи Потому что Предположим Техника бокса Изначально Не подразумевает Технику работы Ногами Поэтому там И выход на дистанцию Другой И комбинаторики Заточены по другой Опять же Борьбы там нет Проход в ноги Вот Если вы занимаетесь Сами борьбой То вы Не рассчитываете Получить Сами коленом Ну вы можете Об этом думать Там как бы Да Но органично Увязывать Это в спортивном Спарринге Вы не можете Органично Увязать Это даже В товарищеском Спарринге В товарищеской Встрече Можно только В ММА Вот Если вы занимаетесь Потому что Там одновременно Можно все Вы можете Отдельно Отдельно Натренировать Все Отдельно борьбу Отдельно бокс Отдельно тэквондо Чтобы ногами работать Но у вас будет Калейдоскопический Идиотизм Ну так называемый Потому что У вас будет набор С стеклышек Который вы В трубу Калейдоскопа Кинули И вертите ее И там Как бог на душу Положит Все дело Встанет А картинки Которые представляют Из себя Что-то реальное Не сложно А можно Взять Там стекла И выложить Из них Мозаику Которая будет Вставлять из себя Картину Портрет Законченную Конкретно Вполне все вещи Так вот Для того Чтобы так получалось Чтобы эта мозаика Была А не калейдоскоп Надо Стекла Субтитры создавал DimaTorzok Входа Там издалека Техники каратэ Перейти Быстро В партер Или бросок Что каратисту В партере Дело Потому что В многих стилях Каратэ Броски есть Но почему-то Все хотят Только бросать Все считают Что надо изучать В каратэ Бросковую технику Для того Чтобы бросить Но ребят Но я что-то Ни в одной В стиле каратэ Особо целенаправленно Не видел Чтобы работали Технику Когда бросили вас Это вы подразумеваете Что вы только Будете бросать и бить А если будут бить И бросать вас Как вы будете защищаться Вот об этом вообще Как бы Помолчание Так вот Конкретно И это многого касается Вот А здесь все это Проработано Разработано Все Поэтому вот так вот Друзья Можно каратэ заниматься И иметь регалии Все в нем Все И в то же время Критиковать А почему Из-за недостаточности Из-за недоразвитости Ну понимаете Когда мы видим Череп австралопитека То мы понимаем Что мозг у него был Если сравнивать его С карманьонцем Ну или с нами Что одно Тоже То мозг австралопитека Недоразвитый Вот Вот здесь то же самое То что было В старину В древности Оно было Недоразвитое И это надо развивать Вот и здесь происходит Абсолютно то же самое Чистое стилевое Каратэ Антартаксальное Оно Недоразвитое Хотя никто не говорит Что австралопитек Эффективен Не был в свое время Он был эффективен В свое время Под те задачи Которые были Но задачи-то меняются Меняется мир вокруг нас И все остальное прочее И он стал Недоразвитый И он Как-то эволюционно Вытеснен был Да Но Нендертальц Был вытеснен Эволюционно Вот Ну здесь то же самое Вытесняется Можно сохранить Эту традицию Занимаясь Я же говорю Это как Предположим Ну нравится человеку Делать Мечи Хотя в жизни Они нигде уже не применяются Или нравится Вольтежировкой заниматься С конкуром Да Скакать на лошади Нравится фехтовать Со шпагой Которых Никто не носит Сейчас вообще Гораздо быстрее Травматический пистолет Достал И все И без проблем Но нравится заниматься Люди кэндо занимаются Я знаю Таких Среди моих Друзей Близких Есть люди Которые Надевают Доги Кирасу свою Катэ Облачаются Долго Классно занимаются Они традиции сохраняют Не знаю Насколько это Прикладной Будет Аспект иметь В жизни Ну конечно Если он С Бокином По городу ходит Возможно Он его может Применить А может И не сможет Понимаете Всего надо достать Извлечь И так далее А у его противника Там окажется Что-то другое Опять же Понимать Надо готовым К этому быть Ну в общем Вот такая Как бы тема Я приехал на тренировку Друзья Был Брат Пообщаться с вами Пообщаемся Еще по Если у вас Какие-то есть По этому поводу Свои мысли Оставляйте под видео Задавайте вопросы Я люблю Строить Следующие видео Свои От вопросов Которые вы задаете Мнение высказывайте Мне будет интересно Очень И еды И всем будет интересно Ну ладно Пока Субтитры сделал DimaTorzok